Такой тонкий, деликатный вопрос, но назовем его так. Я не ханжа, я не ханжа, но тем не менее, я знаю, что все это, все это, все это есть, что все это есть, ну как, ну, назовем и проституцией. Раньше дело в том, что вот это было, на самом деле, достаточно нормально, правильно и честно. Дома терпимости в царской России, когда, да, вот все это было законно, когда это все было врачебно, достоверно, когда существовали какие-то моменты, когда те, кто удержал, допустим, эти дома терпимости, они несли ответственность за какие-то некоторые моменты, которые всегда возникали. Все-таки это гораздо честнее, я не ханжа, я знаю, что сейчас в наше время это есть, это процветает. Очень многие мои друзья и просто соседи и так далее, и просто, просто, просто я знаю, что все, есть этот, есть этот, я не скажу, бизнес, но есть просто вот такое явление, оно неистребимо, оно со времен просто образования человечества, конечно же, оно было. Конечно же, я за европейский подход, как в Голландии, как в Германии, когда существуют профсоюзы, когда люди защищены, когда у людей пенсия, когда все достаточно, ну, не так унизительно, не так отвратительно, как происходит в России. Я бы, я за легализацию проституции, я за, за профсоюз, я за какие-то защищенности, за пенсионное какое-то обеспечение. Ну, к сожалению, это есть, а если это и этого не замечать, то это уходит в криминал, а вы поверьте, какой криминал страшен. Какие там бывают истории и как, как больно иногда бывает за, за людей, за девчонок и просто, просто за личность, когда это все в синевом бизнесе. Лучше это на белый свет и как в царской России, чтобы оно было. Причем у нас страна православная, у нас, да, это при царе, батюшке, при церквях и при, при всем, при, при всеобщем, как бы, да, достаточно желание, чтобы Россия жила лучше и православиться, у меня были дома терпимости. Это все было достаточно законно, нормально и считалось нормальным, допустим, не знаю, мальчика, который только что сейчас хочет пойти в взрослую жизнь. Мамы иногда просто приводили их в дома терпимости, так, да, вот, чтобы это было очень грамотно, профессионально и нормально. То есть, я не говорю каких-то тайны, я не открываю. Это вот так вот. Лучше законно, лучше защищенно, нежели во тьме, в подворотне, на какой-то Ленинградке, и когда они в кустах бедные зимой в колготках совершенно болеют, их убивают и отрывают головы дальнобойщики. Люди, конечно же, да.